На Мальке завершился саммит Евросоюза. Съехались руководители 28 государств. Результатов нет. Обсуждали миграционную политику и будущее единой Европы после выхода Британии. Европейские политики испуганно смотрят за океан. Только что все было понятно. И вот в Белом доме новый хозяин. К Евросоюзу он относится скептически, а выход Британии так и приветствует. И миграционная политика у него какая-то совсем другая. Старые инструкции не действуют, а новых нет. Особенно неуютно Германии. Эта страна привыкла быть привязанной к США и послушно проводила почти всегда выгодную американцам политику. Этому есть много причин. Вот одна из них. Задимся вопросом, кто больше всех выиграл от создания единой Европы? Какая европейская страна? Часто говорят, что Единая Европа держится на Германии. Это самая мощная в экономическом отношении страна. Финансирует большую часть общеевропейских проектов. Да, финансирует. Но Германия больше всех и выигрывает. Вот рейтинг медиаконцерна Бертельсман по выгоде вхождения в Евросоюз разных стран. Здесь показано, на сколько процентов страны стали богаче или беднее. Какую выгоду они получили. Или наоборот убыток. На первом месте Германия. Она приобрела больше всех. Затем Дания, Бельгия, Австрия. Все вокруг Германии страны. А вот потеряла Греция. Ей Единая Европа вышла боком. Но как же Германия выиграла, если она за все платит? Она не просто платит, она покупает. Предприятия в странах-новичках Евросоюза. Автомобиль Шкода. Все знают. Была чешская компания почти 100 лет. А теперь немецкая. Все рынки Европы открыты для качественной немецкой продукции. Даже если датируют какие-то проекты, эти деньги потом все равно возвращаются. Германии выгодно существующее положение дел. И американский патронаж в том числе. Именно поэтому немецкую элиту сильно беспокоит заявление Трампа. Еще один важнейший фактор для политиков – это иммигранты. В США демократы заигрывают с иммигрантами из Латинской Америки. Во Франции левые опираются на мигрантов из Африки, из бывших французских колоний. В Германии похожая ситуация. В 1990 году еще при Советском Союзе канцлер Германии Гельмут Коль широко открыл ворота Германии этническим немцам. Из России в Германию на постоянное жительство приехало 2 миллиона 300 тысяч немцев и членов их семьи. Из Казахстана порядка 800 тысяч – это потомки тех немцев, что переселялись в Российскую империю еще во времена Екатерины II. Мигрантам предоставлялось жилье, пособие, бесплатные курсы немецкого языка, курсы переобучения, чтобы легче было найти работу. Конечно, эти люди голосовали за партию Гельмута Коля, за христианских демократов. 80% переселенцев из бывшего Советского Союза отдавали на выборах свои голоса партии ХДС. Как будет сейчас? Удастся ли Ангеле Меркель выбраться в четвертый раз? Сможет ли Германия удержать от распада Евросоюз? Смотрите репортаж Ивана Благова. Неформальная встреча лидеров ЕС всего в 300 километрах от африканского побережья. Главная тема – миграционный кризис, но, кажется, нет разговора, во время которого не упоминалось бы имя нового президента США. Прямо перед началом саммита ЕС на Мальте посол США в этой стране Кейтлин Хилл заявила совместная программа по переселению беженцев, которые прибывают на это островное государство из Северной Африки, а точнее из Ливии и Туниса. Теперь приостановлена Дональд. Трамп намерен ее пересмотреть. Кто опаснее для будущего ЕС – Трамп или Путин? Вопрос на пресс-конференции, на которой так и не нашлось ответа. Ангела Меркель повторяет как мантру. Я уже говорила, судьба Европы в ее же руках. Но какой будет эта судьба? Письмо главы Европейского Центробанка Марио Драги итальянским депутатам может говорить о проработке шоковых сценариев. В своем послании чиновник пишет об обязательствах, выходящем из зоны евро. Погасить все свои долги перед ЕЦБ в случае Италии – это 350 миллиардов евро. Считаете ли вы, что договор о свободной торговле между ЕС и США когда-либо будет подписан? Лично я вообще не уверен, что будет Европейский Союз, с которым можно вести об этом переговоры. Этот человек сейчас претендует на должность посла США при ЕС. Не моргнув глазом, он сравнивает Евросоюз с Советским Союзом и пророчествует. Я считаю, что евро не только в упадке, но имеет реальные проблемы и шансы рухнуть в течение года-полутора. Команда Трампа в заявлениях с европейцами не церемонится. И что же отвечает Брюссель? Трансатлантическое сотрудничество останется абсолютным приоритетом, потому что все это время оно было ключевым компонентом свободного мира. Вся безопасность Союза завязана на блок НАТО. Годами трансатлантические организации, такие как, например, германский фонд Маршала, программировали политические элиты. Это парадигма нерушимый Союз США. Вторым элементом последние годы стал также догмат рыночного либерализма. И то, и другое не подразумевают дискуссии. Однако сейчас одно очевидно противоречит другому. Трансатлантическая солидарность с чем? С тем, что Трамп готов похоронить идею свободного рынка? Свежий номер журнала «Шпигель». На обложке человек, очень похожий на президента США, держит в руке отрезанную голову статуи свободы. Совершенно очевидная параллель с ИГИЛ. Лидер США больше не лидер свободного мира. Он Джихади Дональд, желающий этот мир уничтожить. Главный конкурент Ангела Меркель на выборах. Социал-демократ Мартин Шульц называет Трампа угрозой для демократии. Шульц, чьи шансы стать канцлером невысоки, удачно использует настроение общества. Либеральная Германия тонет в антитрампизме, чувствуя угрозу со стороны США. Существует приглашение в Вашингтон. И если бы я был фрау Меркель, я бы полетел уже завтра. В эфире Первого канала немецкого телевидения специалист по переговорам объясняет, как канцлеру следует себя вести с Дональдом Трампом. Скорее договариваться. В случае торговой войны США, а об этом сейчас говорят серьезно, Германии грозит потеря миллиона шестисот тысяч рабочих мест. Всего на кону 114 миллиардов евро в год. Ее экспорт в США. И это не единственная опасность для Германии, делающая ставку на единую Европу. Брекзит показал, чем может обернуться так называемый правый популизм. А он на подъеме в Нидерландах. Франция готовится к президентским выборам. Глава национального фронта Марин Ле Пен, скорее всего, попадает во второй тур. Ле Пен только что представила свою политическую программу, в которой референдум о членстве в ЕС и отказ от Евро соседствуют с выходом из военного командования НАТО. Зарождаются два вида глобализма. Финансовый глобализм аферистов ЕС, финансистов и местных политических элит. И глобализм джихадистов, который затрагивает наши принципиальные интересы за границей, а также распространяется на наши территории, в конкретных районах, в конкретных местах, пользуясь слабостью нашего духа. В отличие от Германии, где наибольшие шансы на победу у действующего канцлера, во Франции кипят политические страсти. Фаворит президентской гонки, кандидат от республиканцев Франсуа Фион может сойти с дистанции из-за раздутого за три месяца до выборов скандала с зарплатой его жены. Поводом для расследования стала публикация в сатирическом издании. В результате рейтинг Фиона упал. На подъеме независимый кандидат Мануэль Макрон, но Викиликс обещает опубликовать его якобы компрометирующую переписку с Хиллари Клинтон. При новом президенте Франция вполне может отказаться от так называемой политики ценностей и перейти к политике национальных интересов. При этом возможность ставки на национальную гордость – существенное отличие Франции от Германии. Я смотрел одно видео, где Меркель протягивает национальный флаг. Она берет его и сразу откладывает куда-то в сторону, чуть ли не с отвращением. Это не значит, что она не любит свою страну. Она просто боится всего, что может хотя бы как-то символизировать национализм. Комплекс вины после Второй мировой – тот самый, что заставляет активистов партии «Зеленых» кричать «Германия! Никогда снова!» А крайне левых скандировать «Германия – дерьмо». Берлин уютно чувствует себя в ЕС в роли экономического тяжеловеса. Реальное, открытое политическое лидерство не для него. Но как раз в лидерстве Европа сейчас нуждается, как никогда прежде. Лучшей метафоры не придумаешь, чем та, которая сама напрашивается при виде морской прогулки лидеров стран ЕС во время Мальтийского саммита. Единая Европа сейчас как лодка, что оказалось в открытом море без парусов. Сможет ли она справиться с непогодой? Иван Благой, Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Яна Потюбан, Андрей Маслихов. Первый канал. Воскресное время. Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Яна Потюбан, Андрей Маслихов, Ольга Ледовская, Яна Тюбан, Андрей Маслихов. Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Яна Тюбан, Андрей Маслихов, Ольга Ледовская, Яна Тюбан, Андрей Маслихов. Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Яна Тюбан, Андрей Маслихов.